Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году. В первую очередь, рост ставок коснется легковых автомобилей. В среднем тарифы вырастут более чем на 110%, то есть вдвое. Но еще сильнее новые ставки ударят по поддержанным грузовикам. Возить в Россию коммерческий секонд-хенд станет совсем невыгодно. Исключение составит уникальная техника, в которой главная надстройка, а не шасси. Напомним, что утилизационный сбор касается всех транспортных средств, на которые выдается новый паспорт транспортного средства или оформляется новый электронный паспорт. Страна изготовления или ввоза тут значения не имеет. Поэтому под уплату пошлины попадает техника из Евразийского экономического союза. При этом возраст автомобилей как раз важен. Для новых машин ставки заметно ниже, чем для транспортных средств старше трех лет. В Россию утилизационный сбор ввели 7 лет назад, когда страна вступила во Всемирную торговую организацию и согласилась снизить таможенные пошлины. Изначально сбор платили только за импортные авто, но затем все изменилось. Потому что ВТО обязала Россию взимать плату из техники отечественного производства. С другой стороны, отечественные производители получают из бюджета так называемые промышленные субсидии, которые фактически компенсируют утиль сбор. Как уверяют чиновники, грядущий рост утиль сбора – это реакция на снижение таможенных ставок и необходимая для отечественного автопрома тарифная защита. Однако это решение может спровоцировать рост цен на автомобиле. Первым из иностранных марок отреагировала китайская марка Chery, официально заявив о повышении цен на 5% в среднем по модельному ряду. Продолжение следует...